Наш СНГ рынок дизайнах рисуется следующим образом. Тут нету перекати-поля, оторванной головы ежа, заправленным енотовым вареньем. Тут всего этого нет. Все время я рассказывал, когда я в компании Хоуми рисовал сложные технические иллюстрации, как там разбирать, что-то собирается. Ну, очень нудная работа, но нужная. Я включал на фоне себя, пусть говорят. Есть еще люди, которые там меряются. У тебя просмотров мало, подписчиков мало. Ну, так идите слушайте Артемия Лебедева. Всем привет, с вами вновь Андрей Лов. И давайте что-нибудь поделаем. В фотошопе ожидаемый ролик, был целый стрим, много что рассказал. И сегодня Юра сделал для вас монтаж, короткий дайджест. Артемий Лебедев сделал очередной камин-аут, рассказал о том, что же происходит в студии Артемия Лебедева. И сегодня будем с вами говорить в очередной раз, что же это за противостояние такое, человек против нейросети. Ваш лайк и комментарий в начале видео очень сильно поможет данному видео распространиться по каналу. Вам за это большое спасибо, приятного просмотра. Итак, у нас оказывается был дизайнер Николай Иронов. Оказывается, это не дизайнер. Оказывается, это нейросеть. Какая разница, кто создает дизайн? Никому не интересно. Конечно, работа оценивается, насколько она сделана под задачу и насколько ее можно интегрировать в какой-то коммерческий проект. Все. То есть, ну, как бы есть профессионалы, которые это понимают, а есть вот любители и новички. Вот это все работает только на новичков и на любителей, но для которых вот кто-то что-то говорит, они открыли рот, они в это верят. Ну, то есть, вопрос веры. Человек, который этим занимается, ему сок колокольный. То есть, какой дорогой пришли к какому-то результату. Но давайте с вами потихонечку это все разбираться будем. Вот то, что мы с вами здесь посмотрели в фотошопе. Вот это все, это уровень начинающего дизайнера, джуниор-дизайнера. Что же нам предлагает сегодня нейросеть? И давайте мы с вами посмотрим сначала эти работы, потому что, как я уже говорил, копирайтинг в СНГ и в дизайне. Вы смело можете расслабляться, и вам всегда будут говорить чушь. У нас в СНГ рынок дизайнах рисуется следующим образом. Когда люди не умеют сделать хорошо так, чтобы это воспринималось хорошо без копирайтинга, вам делают псевдоработу и начинают объяснять, почему это хорошо. Самое главное, чтобы человек желательно был популярным, и любую чушь можно выдать, полируя это своей популярностью. Давайте мы с вами посмотрим. У нас есть одна из работ, которая, собственно, у нас будет в ролике. Называется «Пельмени вам лав». Итак, здесь есть конечный вариант, который компания сделала для другой компании. То есть, студия Лебьева сделала для пельменей. И эта компания одна из немногих, реально существующая. И вот визуальный ряд, который, кажется, может посмотреть, который вот нейросеть, еще раз, Лорионов и Лорионов, неважно, сделал, передал мне с высокой колокольной, кто делает работу и как он пришел. Мы оценим, конечно, вариант. Вот эту работу нам передали, собственно, сделали и передала студии бизнес. И вы здесь уже видите, какие решения эксплуатирует какая-то сеть. Она эксплуатирует даже ниже решения по группировке, по подбору, чем то, что я вам показал в начале этого ролика. И мы можем с вами здесь посмотреть, как же на самом-то деле все это реализовано. Студия сделала неработающую машину, которую отдали, отвезли в сервис. Ее там починил другой дизайнер с менеджером и стали интегрировать. То есть, посмотрите, у нас есть совершенно другое расположение, то есть совершенно другие соотношения и другие цвета между знаком, шрифтовой работой и, собственно, теми материалами, которые бизнесмен реально использует. Вот это и есть реальное носительное. Посмотрите. У нас просто шрифтовая работа. Больше нет ничего. То есть, кроме шрифтовой работы, дизайнер с менеджером, которые все вот это переделывали, то, что им отдали, больше ничего не используют. Не абсурдный цвет. Ну, где-то тут можно посмотреть. Они пытаются где-то использовать еще вот эти вот дилетантские сделанные иллюстрации, ну, абсолютно базовые. Но даже здесь это не получается, потому что вот если смотреть, каким образом все это формируется, то есть по цветам, по графике, они не понимают, как это использовать в реалиях своего бизнеса. То есть они взяли, взяли чью-то деятельность, они не понимают, как это применять и начинают адаптировать под бизнес. Фактически переделывая отказывается 90% решений, которые студия передала. То есть представьте себе мир в дизайне, где есть заказчик и есть дизайнер, и дизайнер передает работу, которую невозможно применить здесь сейчас. И клиенту приходится занимать другого дизайнера, чтобы он эту работу адаптировал под реализм своего бизнеса. Вот чем занимается эта нейросеть, студия, кто угодно. И если вы посмотрите на реальные носители, то вы увидите, что все, что предложила студия, здесь не используется. И в фирменном стиле, и в том числе в реальном наполнении. Соцсети, да. Вот мир соцсетей, это как раз тот мир, где можно весь этот бред использовать, то это не работает в реальной разработке. В том числе в сайтах это не будет работать, это не будет работать в реальной полиграфии. И мы с вами видим совершенно другое позиционирование бренда. Нам оставили сердечко, и то нужно поспорить, ту ли сердечко не взяли, либо они новое перерисовали, ищешь того работу. Теперь опять же, давайте перейдем здесь. Таких шрифтов, вот этих вот кривых, косых. В СНГ дизайне просто прудь-пруди, вагон и маленькая тележка. Такой графики на фрипике, где угодно, тоже просто тысячи. Даже здесь эта нейросеть, она не тянет даже уровень джуниора. Она делает хуже потенциально возможной группировки, потенциально возможных подбора релевантных цветов под бизнес. То есть эта система не тянет даже начальный уровень. Дизайн, который делают люди, делается для других людей. И вот мы как раз и видим систему, где бизнесмен адаптирует вещи под человечество, под человека. Поэтому эта нейросеть в ее изысканиях, она даже уровень джуниора не тянет. О чем мы говорим? Теперь я вам хочу показать, опять же, вариации этого уровня. Вот все вот эти иллюстрации, которые вы смотрите. Это уровень самых начинающих дизайнеров. Это самые базовые вещи, которые рисуются за 5 минут. И дальше вот эта система, подбор шрифта, подбор какой-то криво слепленной, в абсолютных вещах, это удел начинающих дизайнеров. Но основная проблема всего СНГ рынка в дизайне глобально, я это еще говорил года полтора назад, это клиенты. Силу их тотальной некомпетентности, они не понимают, где хорошо, где плохо, как соревновать, как получить. Они просто верят тому, кому они обратились. То есть вот это уровень новичков. Они так и должны рисовать. Это базовый уровень освоения графического дизайна. Но дальше они должны уходить. Нейросеть даже этот уровень не потянула. Студия в первой минуте показывает, что нейросеть вообще не работает. Дальше вам абсолютно постановочным текстом просто внушают, что якобы это значимое что-то на рынке СНГ дизайна. Все эти проекты тут 80%, они просто синтетические. Их просто таких компаний не существует. Ну то есть есть студия, она придумала компанию, сделала генерирование вот этого всего. И выкладок таких компаний нет. То есть если вы сейчас начнете искать компанию, любую абсолютно компанию, вы не сможете просто ее найти, потому что их не существует. Ну кроме вот первую я нашел, да, вот этот пилс, и вторую вот этот пельменей. И в конечном итоге я хочу все это следующим образом подвести. У меня был ролик на канале, кто помнит, этот ролик был года два назад про цены в аптеках, где мы с вами рассматривали ту же самую работу. Видите, что-то никто не ставил тут лайки, никто-то не комментировал. Вот работа, которая была сделана. Только она была сделана не нейросетью, она была сделана, ну, человеком, обычным человеком. Да, у нас вот есть Лика Закирова за 17 дней. И тогда я ей сказал в ролике, есть ролик на канале, вы можете посмотреть. Компания, а я созванивался с одним из менеджеров как раз этого сайта. Прошло два года. Компания СНГ, начинание, заказала дизайн, заказала фирменный стиль. Прошло два года. У них как сайт был, нулевый, так и остался. Это реалии определенных наших коммерсантов, бизнесменов и команд. Люди не в состоянии делать проекты, не в состоянии вести адекватный бизнес, но в состоянии просто тратить деньги, объясняя инвесторам, что это нужно, без этого мы не поедем. Вы за два года не сделали ничего на сайте. Вы мне говорили, ты мне менеджер, дорогой, говорил по телефону, что это ваш продукт, который вы будете развивать. И вам потребуется полгода-год, чтобы его сделать. Вы мне это говорили. У меня есть аудиозапись всего этого. Два года. Ролик здесь на канале, вы ничего не сделали. Вот бизнес, которому требуются такие разработки. Ни один вменяемый коммерсант бренд такого делать не будет и интегрирует свои бизнес-процессы не будет. Вы это обсуждаете лишь только потому, что у вас нету насмотренности, компетентности в дизайне, и вам просто внушают. Вы готовы верить и слушать популярного человека. Это тест на вашу вменяемость, адекватность и разумность, ну и компетентность в плане дизайна. Любой дизайн, даже средний уровень, либо дизайнер, который работает давно в графике, да он все это высмеет, как и я, в первые пять минут. Кроме смеха у него ничего не вызовет. Оголтелые обыватели, которые будут говорить, что роботы заменят мир, так вы можете мыслить как угодно. Силу того, что вам страшно, вы не понимаете индустрию, вам внушает популярный человек, что вот это сделана генерация. А на деле кому она сдалась? Никому ее никто не будет применять. Инструменты у дизайнера всегда есть. Программа, это же тоже инструмент. Мы же не рисуем все, это руткие бумаги, не вырезаем, не клеим. Программа инструмент, фрипики инструмент, у нас есть жизнь с референсами, все это инструмент. Стои палитры, это все инструменты для дизайнера. Профессионный графический дизайнер занимается не генерацией рандомных абстракций, он занимается разработкой системы, которая будет восприниматься другими людьми, чтобы донести ту идею, которую хочет донести заказчик своим бизнесом, своим брендом. Вам показали видео, где создают образ всего того, что это так важно, две коммерческие разработки и просто какие-то носители, которые напечатались. Ну и блогеров, конечно, куда же без них. Уж эти непродажные наши блогеры, которые можно все что угодно сделать. Дальше решать вам. Все это рассчитано на новичков, на джуниров, которые только пойдут по этому пути. У вас есть ваши кумиры в дизайне, блогеры, ваши чаты и так далее. Все там, это около дизайна. Все эти люди в дизайне, их нет и, скорее всего, не будет. Но они яро обсуждают, потому что есть мнение. А есть реальные разработки с реальными бюджетами, с реальными клиентами. И вас там просто нет. И вы боитесь, что надо просто идти по другой системе, где надо образовываться, развиваться. Есть еще люди, которые там меряются. У тебя просмотров мало, подписчиков мало. Ну так идите слушайте Артемия Лебедева. Развивайтесь ровно так, как он вам советует. И вперед по карьере. Не забывайте только в конце месяца посчитать ваши достижения, результаты, ваших клиентов и финансы. Не забывайте это сделать. А говорить можно все, что угодно. Жить в своем придуманном мире, оправдывать свои слабости, да любой может человек. Давайте подведем итог всего этого. Неросеть не тянет, даже уровень джуниора, она даже близко не тянет. Идти по этому пути может только самый-самый дизайнер, который настолько внушаемый, он провалится первые полгода и уйдет из индустрии. Поэтому если мы рассматриваем, что Артемий Лебедев пытается увезти новичков в ненужное русло, чтобы потом индустрия вымывалась и не было профессионалов, тогда это идеально. Ну, для меня это вообще... Ну, не то, что хорошо, я считаю, что это паразитирование, я таких людей лицемеров просто не уважаю. Мне эти люди как шли, так и ехали. В моем окружении таких людей нет. Вот. Ну, а кому-то это нравится. Это же образ такой. Ну, человек лицемер, человек людей обманывает, но это образ такой. Ну, нравится вам таких людей слушать? То слушайте. Я считаю, это омерзительно. Apple показала новую версию MacOS. Давайте посмотрим. Да? То есть вот просто открываем и смотрим, как делают дизайн другие команды. Все же с вами не познается. И вот вам просто делают дизайн для людей, чтобы дизайн был неосезаем. Ну, то есть для того, чтобы все акценты были сфокусированы на том, что нужно человеку, а сам дизайн, ну, его как такового не было. Потому что вы взаимодействуете с блоками, подблоками, которые вам сформировали. У вас есть фоновая картинка, она может быть любая. У вас есть кулайотенький тулбарчик, у вас есть акцент на картинок. Здесь, конечно, этот провал, от этого Apple придут, они от этого откажутся. Дизайнеры просто не могут к этому прийти многие, что иконки в проводнике в сложных интерфейсах это просто мусор. От этого надо отказываться и смело отрезать. И вы все это увидите. Год, два, три пройдут, и в Apple все это будут использовать менеджеры. Но это пока настояли. В остальном, вот вы смотрите дизайн команды, которая старается, которая понимает, как с этим дизайном будет заманействовать человек. И вот это делают другие дизайнеры, другие команды. И тут нету перекати-поле, оторванной головы ежа, заправленным там енотовым вареньем. Тут всего этого нет. Здесь просто есть хорошая типографика, хорошее пространство, хорошие акценты. Мне нужен этот фирменный стиль, как видите, он вот здесь тоже вверху в шапке есть, то есть заблюренные. Все сделано аккуратненько, деликатненько, с правильными акцентами. Вот берите и учитесь. Просто переходите, анализируйте, забирайте себе готовые решения дизайнеров и эксплуатируйте их. Вот где надо учиться. Если, конечно, дизайнер хочет расти, хочет строить карьеру, а не писать какие-то статьи, вести блоги, записывать какие-то ролики. Ну, то есть, таким быть, комментатором того, где он хотел бы оказаться, но его там нет, в силу того, что в нем никто не нуждается. То есть, в дизайне все просто. Вас либо кто-то нуждается, вы нужны, либо вас не нуждаются. Ну, тогда вы идете в другую профессию. Как, в принципе, и везде. Ну, вот, собственно, как бы идеи, решения, которые вы можете видеть у других команд. И это все сделано классно. Вот таким вещам, вот вот системы. Ну, просто почему-то надо все разбирать тогда. Я, конечно, могу каждый экран рассмотреть, но тут действительно все сделано осмысленно. То есть, когда есть мысль, когда люди стараются, когда они делают это для людей, когда они это понимают, что с этим будет взаимодействовать человек, вот они вот все вот это вот делают. Вот хорошие, аккуратные блоки, подблоки, акценты. Какие тут вопросы? Презентация, строчный набор, все аккуратненько, хорошее растание, пространство. Ну, может быть, такие вот иконки, может быть, пересадить в одном стиле, но вот оставить с этими тенями. Я такую стилистику не понимаю, мне кажется, она давно уже устарела, но вот решили оставить, может быть, как преемственность, что ли. Я уж не могу характеризовать какие-то вот эти вот вещи. Ну, может быть, потому что привыкли пользователи Mac, все-таки не пользователи Mac. Но сама система сделана, ну, видно, сколько старались, продумано, людям будет удобно, все здорово. Меня как бы, это как все время, я рассказывал, когда я в компании Home рисовал сложные какие-то там технические иллюстрации, как там разбирать, вот собирается, ну, очень нудная работа, но нужная. Я включал на фоне себя, пусть говорят. А на сегодня это все. С вами был Андрей Лов. Всем пока.